Обсудим с вами еще одну реформу, о которой в Украине спорят годами, но до сих пор так и не провели. Налоговая. Вариантов разработали уже десятки. Одни говорят, что нужно радикально снизить налоги, чтобы запустить существенный экономический рост. Другие отвечают, налоги снижать ни в коем случае нельзя, потому что в госбюджете и так уже дыра на десятки миллиардов, а в пенсионном фонде вообще почти на 150. Но есть и третьи. Они предлагают просто реформировать схемы. Схемы уклонения от уплаты налогов. И вот таким реформаторам фантазии, а заодно и влиятельности не занимать. Павлина Василенко о том, как обходят закон, чтобы не платить. 2017-й. Мгновение украинской антикоррупционной весны. В марте все наблюдали за мытарствами под клетчатым одеялом главы фискальной службы Романа Насирова. Следствие подозревает, что главный фискал страны организовал налоговые рассрочки в фирме беглого депутата Онищенко. Ущерб от махинаций 2 миллиарда гривен. Такую же сумму залога требовали от Насирова. В итоге залог уменьшили до 10 миллионов гривен, которые за Насирова внесла жена. Май. Вертолетная спецоперация ГПУ и МВД, размаху которой позавидовали бы матерые спецслужбы. Сотни правоохранителя и сотни обысков в 15 областях. В итоге 23 задержанных налоговика времен Януковича. И им инкриминируют кражу почти 100 миллиардов гривен. Это те деньги, которые нам удалось доказать доказами. Это не все злоуживания. Эту операцию назвали самой масштабной попыткой накрыть конвертационные центры. Схема родом из 90-х стала особенно популярна во времена Януковича. Но обналичивать по-крупному в Украине не перестали. Разве что услуги подобных фирм подорожали. Цена поднялась. Это сейчас уже 12% стоит. Деньги перечисляют под какой-то фиктивный контракт. И дальше эти деньги просто возвращают наличными с удержанием каких-то комиссионных. Зарплата в конвертах это результат ухода от налогов. Как правило через схемы вот такой вот так называемой обналички. Чем больше фирма, тем проще уходить от налогов, говорят эксперты. Зачастую на таких предприятиях двойная бухгалтерия, а международные связи становятся благодатным полем для офшорных схем. Берут деньги в долг у компаний, которые опять же расположены где-нибудь в офшорах, берут под 15% в валюте. На самом деле это способ вывода прибыли, потому что вся прибыль, естественно, уходит на оплату этого кредита. И налоговые показывают, ну вот нет у нас прибыли. Нету. Деньги в офшоре спокойно лежат. Из-за теневых операций украинский бюджет ежегодно недополучает миллиарды гривен. В недавнем исследовании цифры шокируют. На офшорных операциях Украина теряет от 50 до 65 миллиардов гривен. На сером импорте и контрабанде убытки до 70 миллиардов. Конвертцентры и скрутки выводят 12 миллиардов гривен. Контрафакт 10. Махинации с неустройством наемных сотрудников, чем грешат малые предприниматели, обходятся бюджету почти в 5 миллиардов гривен. Теперь депутаты думают, как пролить свет на бизнесовую тень. Решили взяться за крупные компании. Налог на прибыль заменить налогом на выведенный капитал тем, кто играет с офшорами. Все деньги, которые заработаны предпринимателем, которые не выводятся из предпринимателя на взгляд дивидендов, а остаются в распоряжении предпринимателя, не оподатчиваются. Сейчас плоды дозревают. Где-то через месяц можно будет собирать урожай. Выращивание морозостойкого сорта киви – дело всей его жизни. Фирма на упрощенной системе. Говорят, платить налоги не тяжело. Нет очередей, и все можно сделать онлайн. Но онлайн не проследишь, куда идут деньги. Больших оборотов у фирмы пока нет, а экспортировать сложно. Эта бюрократичная система, она работает на том, чтобы создавать условия для непрямой требований, так бы говорить, как это называется, по-просто, для хабарей. Взятки и хитрые схемы зачастую становятся остовой бизнеса по-украински. Таможенные нормы беспошлиного ввоза в Украину выгоднее, чем ввоз в ЕС. Товар должен быть не тяжелее 50 килограммов и не дороже 500 евро. Зачастую цену занижают. Возят брендовые вещи под видом секонхенда. На вес не обращают внимания. Завозят пів Европы. И уникают насправді від сплати не тільки податку на додану вартість 20%. Не тільки не сплачуючи митные платежи в размере 10% от митленної вартости товарів. А еще отримают компенсацию податку на додану вартість такс-фри з Европы, з Польши. Тільки за 2016 рік, тільки через Україно-Польський кордон було за такою схемою завезено приблизно товарів з втратою до державной скорбниці до 30 мільярдів гривень. В Раді подумывают над тем, щоб привести українські нормы в соответствіе з европейскими. Еще один механизм, который должен был побороть скрутки, не сработав. В прошлом году ввели систему мониторинга налоговых накладних. Но критерии, установленные Минфином, только усложнили работу честных бизнесменов. Вона почала прицільно бити по середньому і малому бізнесу, в першу чергу по виробниках. Чому? Тому що виробник купляє сировину з одним кодом КТЗ, а продає готову продукцію і реєструє податкову накладну з іншим кодом КТЗ. И, відповідно, система вважає його скрутчиком. Эксперти кажуть, українська економіка заточена под большой бізнес. Україна стремительно теряет малых і средніх предпринимателей. Опору економіки в європейських країнах. Їм все тяжелее конкурировать з гигантами. Многі уїжджають за границу, а те, хто залишаюся, все чаще прячуться от налогів в тень. Павлина Василенко, Юрий Ковалев, Елена Миндалюк, Даниль Косаковський. Подробности недели. Телеканал Интер.